Аллилуйя, давайте Богу воздадим все аплодисменты. Давайте будем провозглашать. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте будем восстанавливать благословение первого плода. Да, сегодня было очень благословенное прославление. Вот если посмотреть на текст этого прославления, то сказано, что до дня, когда все народы услышат Евангелие, Бог не будет умолкать, Бог не будет останавливаться, действовать. То есть до дня, когда Евангелие услышат все народы, Бог будет совершать Свое Слово. Вот такое было прославление. То есть заключение Божье, это чтобы все народы, 237 стран, были евангелизированы. И вот мы с вами, которые являемся Божьими людьми, так же само должны ухватиться за это заключение. Заключение нашей жизни, это благословение спасения 237 стран. И вот как было последние строчки, прославление, что то день, то время, то место. Поэтому я желаю, чтобы все, и вы, и ваша семья, и бизнес, вы все могли осуществить это благословение, евангелизация 237 стран мира. Значит, если нашим заключением жизни станет евангелизация 237 стран мира, то, конечно, придут очень важные ответы. Но как можно прийти к этому заключению? На прошлом деле я вам уже говорил, что когда мы начинаем что-то новое, новый день, новую неделю, необходимо всегда проверять Слово. Необходимо всегда двигаться с совершенным Словом Евангелия. Вот как мы в этом году можем начать и получать Божье водительство? Ну, вот многие из вас молятся так. И Бог, Он дает нам совершенный ответ. Всегда двигайтесь вместе с совершенным Словом Евангелия. И тогда обязательно Бог сделает нас свидетелями. И, будучи свидетелями, на нас сойдет благословение, что мы спасем 1037 стран мира. Если вы посмотрите в Библию, то всегда те люди, которые двигались вместе с совершенным Божьим Словом Евангелия, какие бы ни были обстоятельства, они становились свидетелями, и они наслаждались бы с этим евангелизацией 237 стран мира. Поэтому нам не надо что-то новое изобретать. Нам необходимо стать теми свидетелями, которые Библия нам уже указывает. Что очень важно. Не мои окружения. Да, конечно, и окружение влияет. Но очень важно то, что Евангелие, которое я имею, это Евангелие совершенное, которое совершилось уже. И Бог, Он обязательно сделает нас свидетелями этого Евангелия и даст нам благословение, евангелизацию 237 стран мира. Поэтому каждый, вот в этом году, каждый день, вот необходимо иметь вот это Евангелие, которое уже совершилось, и входить внутрь Евангелия. Я благословляю Вас на это. И сегодняшняя тема – это сердце по отношению к 237 странам мира. То есть вот эти 237 стран, спасение 237 стран – это не просто так вот появилось. Если мы будем двигаться по Божьему методу, тогда вот этот ответ, мы его получим естественным образом. Но бывает, что мы с вами уже привыкли жить мирскими способами, и мы живым мирскими способами. Стараемся жить правильно, усердно, соблюдать что-то, добиваться чего-то. Да, конечно, это хорошо, но даже если так жить, все равно придет поражение. Допустим, вот вы вот так вот жили хорошую жизнь. Но это все, опять же, это мирские методы. Мирские методы, они приходят к поражению. Поэтому нам необходимо не жить по мирским методам, а жить по Божьему методу. Для того, чтобы мы могли жить по Божьему методу, Бог, Он послал Христа, спас нас. И для того, чтобы мы могли жить по Божьему методу, по Божьему методу, Бог, Он сделал нас своими чадами. То есть это значит, что Бог, Он теперь совершенным образом несет ответственность за нас. Но что необходимо четко знать, что если у вас получится жизнь по Божьему методу, тогда за всю вашу жизнь Бог будет нести ответственность. Поэтому каждый день необходимо жить и получать водительство по Божьему методу. Вот это надо каждый день проверять. А жил ли я сегодня по Божьему методу? Да, я уже буду говорить о будущем, но я что хочу сказать, что мы тоже раньше жили мирским способом, и мы привыкли так жить. Поэтому вот это уже стало моей сущностью, частью меня. Поэтому вот в какой-то важный момент в жизни. А в чем Божья воля? А совпадает ли то, что я делаю с Божьим методом? Вот если вы будете жить по Божьему методу, то Бог даст нам ответ спасение 237 стран мира. И мы окажемся внутри этого ответа. Поэтому в чем Божьим метод заключается? Может быть сейчас немножко и тяжело будет сказано, но вы обязательно проверьте это. Это 3-9-3. Ну, наверное, вот есть кто понимает, есть те, кто не понимает. Что такое 3? Это тайна Триединого Бога. И если мы будем наслаждаться Тайном Триединого Бога, тогда что придет? 5 сил придут. А что такое 9? Внутри наслаждением Триединого Бога есть благословение Престола Божьего. И вот эти благословения Престола Божьего, они провели с нашей жизнью как три вида жизни. А также они превосходят пространство и время. И Бог даст нам ответ, которого не было и не будет. Три ответа. Поэтому вот эти вот 9 благословения, которые осуществляются с Престола Божьего, и этими благословениями можно спасти эпоху. Поэтому мы в эту эпоху живем не своими методами, а наслаждаясь Божьими благословениями, мы живем. Это есть вот это 3.9.3. Послушайте, если у нас получится наслаждаться тайной Триединого Бога, будем наслаждаться благословениями Престола Божьего, тогда мы получим ответ трех эпох. И мы сможем спасти 237 стран мира. Поэтому я верю, что мы все вместе с вами войдем в эти благословения. Значит, есть только один метод. Это Божий метод. И кажется, что в Библии о многом говорится, но это не так. Бог уже приготовил удивительные духовные благословения и призвал нас. И путь обрести вот эти благословения – это и есть передать тайну Триединого Бога и Пяти Сил. То есть вот об этом больше всего Библия говорит. И ради вот этого Бог нас призвал для богослужения. И хоть есть разные методы, но вот другие методы, они не работают. Послушайте, вот достаточно только прийти к заключению, что заключение о спасении 237 стран, но люди не могут прийти к этому заключению. Вот это местоиспсание, которое мы прочитали с вами. Это 15 глава, мы уже прошли 14 глав. Это 15. Вот если посмотреть в 13 главе второзакания, говорится о идолопоклонстве. В 14 стихе, в 14 главе говорится о материальных, там, о физических вещах. А в 15 главе, вот если посмотреть уже в конце главы, то там говорится о проповедовании. То есть это все говорит Моисей. Что он говорит нам? Что пока мы живем на этой земле, нам необходимо жить другими методами, которые отличаются от неверующих, от мертвских людей. Значит, цель войти в хана не ради того, чтобы хорошо кушать и спать. То есть, Бог для того, чтобы сделать нас людьми, которые смогут спасти весь мир. Бог дает, конечно, разное слово. Но вот во второзаконе 15 главе сказано, что нам необходимо жить по-другому, не так, как неверующие. То есть, если я являюсь Божьим человеком, тогда надо жить по Божьим методам. И вот так необходимо дожить до самого конца. Все наши верующие в церкви хана, как мы в этом году можем жить по Божьим методу? Ну а если я буду держаться за что-то другое, буду приходить к поражению, слушайте, за вот это не держитесь, а держитесь за тот метод, которым дает Бог. Я благословлялся в семье Господа, чтобы у вас получилось это. Итак, первое, для того, чтобы жить по Божьему методу, а также для того, чтобы... Вот мы знаем, да, что 237 стран – это Божье заключение. И вот ради этого, чтобы это получилось прежде, необходимо наслаждаться благословением, спасением себя Евангелем. То есть необходимо, первое, наслаждаться благословением спасения себя Евангелем. Вот в 15 стихе сегодня сказано, что помни, что ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, искупил тебя. Поэтому сейчас я даю тебе это повеление. То есть Господь, Бог, помни, что Он спас тебя с Египта, когда ты был рабом. Что это значит? Значит, мы, которые были рабами, Бог призвал нас чатами Божьими. Вот даже самое... То есть сейчас Бог говорит, что... Помни, израильский народ, помни, что ты был спасен Евангелем. То есть каждый день необходимо спасать себя Евангелем. Вот это благословение Бог дает нам. Послушайте, если действительно я буду спасать себя Евангелем, тогда окружение вокруг меня, оно не будет на меня влиять. А если не смогу себя спасти Евангелем, то даже если у меня будет хорошее окружение, но хорошо ли оно будет влиять на меня? Нет. То есть прежде необходимо наслаждаться благословением спасения себя Евангелем. Сейчас у меня нет ответа. Я вам так хочу сказать. Если у вас сейчас нет ответа, это нормально. Вы, если будете наслаждаться благословением Евангелия каждый день, тогда вот, сами того не замечая, вы увидите, как на вас начнут сходить благословение, которое Бог приготовил. Тогда как я могу наслаждаться благословением спасения себя Евангелем? Вот. Значит, для начала вам необходимо как бы создать такой как бы план дня. К примеру, там, в день я начну размышлять пять минут над словом. Вот, пять минут. Ну, послушайте, для человека, который молится, даже пять минут это много. Это, ну, действительно, это долго. А те люди, которые вот мне молятся, для них даже одна минута, это, это вот кажется очень долгом. То есть очень важно иметь время, когда я размышляю над словом. И вот этим временем себя, себя спаслять. Если вы войдете в благословение размышления над словом, тогда вы, так как вы как чадо Божие, ваш дух, ваша душа начнет оживать. Послушайте, душа будет оживать? То есть на вашу душу будет сходить свет творения Божьего. Вот если вы посмотрите в Бытие 1.3, сказано, что Бог сказал, да будет свет. И сошел свет на чему? Послушайте, почему сейчас, почему сейчас люди живут психических проблем, трудности живут? Потому что на них свет Божий не сошел. Поэтому действительно послушайте вот так вот, в спокойствии, даже если у вас есть 2 минуты, либо же 5 минут, не размышления, о чем говорит Божье Слово, что тогда оживает моя душа, и на меня светит свет Божий. И Бог начинает действовать силой Божьей, которая превосходит пространство и время. И оживает образ Божий внутри меня. Послушайте, у вас есть другие родители? Я что хочу сказать? Животное не является образом Божиим. Даже если вы будете хорошо воспитывать животного в семье, он все равно животное, он не образ Божиим. Но мы являемся образом Божиим. Поэтому Бог, Он свой образ вложил в нас через дыхание жизни. Поэтому, когда вы будете иметь время размышления над словом, хотя бы даже 2 минуты, будет хорошо, если 5 минут в день, тогда ваша душа, ваш образ Божий внутри меня будет оживать. И если, к примеру, оживет моя душа, тогда следующий ответ – что будет оживать? Мозг мой будет оживать. Вот сейчас есть много людей, у которых там, у которых там бессонница, затем это психические проблемы. Но уже есть доказательства научные, что это тоже одна из проблем, что есть недостаток кислорода в мозге. И вот недостаток кислорода в мозге, он провоцирует психические проблемы и трудности. Но если, к примеру, вы будете всего лишь 5 минут размышлять над словом Божиим, то даже ваш мозг будет оживать. Поэтому в Бытие 2.7 сказано, что Он вложил внутрь Его дыхание жизни. И стал человек душой живой. Вот если вы посмотрите Иоанна 20.22, то Иисус вдохнул и сказал, примите Духа Святого. То есть, говорит, вдохните и примите Духа Святого. То есть наше дыхание, наш вдох, оно все связано с оживлением моей души и мозга. И еще на этом нельзя наканчивать. Нельзя заканчивать на этом. Вот что произойдет? Тело мое начнет оживать. То есть, тело будет оживать. Вот если посмотреть Деяние 2.17, то Бог говорит, что в последние дни я залью от Духа Моего на всех людей, на сынов, на дочерей, и они будут пророчествовать. Молодые люди будут видеть видение, а старые люди будут видеть знамения. То есть, это о чем говорит? Что сила Духа Святого будет проявляться даже по-поски. Поэтому вы начните каждый день с размышления над Иоанном хотя бы две минуты, пять минут. И вот тогда наши духовные глаза, они оживут, и мозг оживет, и тело оживет. И потом, какой придет ответ? Я вижу, и я начинаю видеть будущее. Только придет ответ. Я начинаю видеть будущее. Поэтому Деяние 2.17 сказано, что в последнее время молодые люди будут видеть видение. То есть, я вижу, вижу. Я вижу будущее. Поэтому, если я вижу будущее, сегодняшняя проблема для меня не является проблемой. И поскольку я знаю будущее, то кажется, как будто ко мне пришел кризис, но для меня это не кризис. К примеру, есть конфликты с людьми, но если я знаю свое место, тогда у меня больше нет конфликтов с людьми. То есть, в итоге, через пять минут может и дух мой оживиться, и мозг оживиться, и тело оживиться. И еще, у нас есть много конфликтов, да? Но в конфликте я увижу то, в чем мне надо обновиться. То есть, я думал, кризис пришел, а на самом-то деле, я вот смотрю на то действие, которое Бог сделает, я понимаю, что кризис – это возможность, наоборот. То есть, человек, который наслаждается заключением такой жизни, он является духовным саммитом. Послушайте, духовного саммита видно. Вот, к примеру, кто-то поднимется на гору. Его уже видно, да? Вот так же само, вот если вы будете размышлять пять минут раз, пять минут в день, тогда оживет ваша душа, мозг, тело, и тогда отношения с людьми оживут, и кризисов не будет, и вот сможете выйти духовно на высоту. Вот это называется духовный саммит. Поэтому, что очень важно, не иметь вот это время, хотя бы пять минут в день, время духовного саммита. И вот если я буду слушать, но если у меня будет такое время, то что придет, какой ответ? Слово будет со мной совпадать. Вот я слушаю слово, а оно, вот оно для меня, оно совпадает. Потому что сейчас много людей, которые не выходят, у которых нет совпадения со словом, и единое место действия не выходят. Но если я стану с духовным саммитом, странно, но слова уже начинают совпадать со мной, и я со словом. Поэтому вот я понимаю, что это не просто слово, которое мы слушаем и все, это слово, которое совершается. То есть Бог, Он всегда через Свое Слово говорит нам о важном завете. То есть какой Божий метод? Божий метод – это чтобы получать Божью силу и следовать за Божьим Словом. И потом Бог, Он будет вести нашу жизнь. То есть каким образом? Через Слово. То есть Бог будет заранее давать Слово. И то есть Бог, Он не по прошествии какого-то времени дает Слово, а Бог заранее дает Слово. То есть я вижу через это будущее, вот, к примеру, воскресное Слово. Через это Слово я вижу и что делать и сегодня, и в будущем. То есть Слово Божие, оно будет для меня совпадать, и будет приходить поднимание по Слову, когда я стану духовным саммитом. То есть когда я стану духовным саммитом, слышание Слова, оно меняется. Послушайте, вот, Бог, Он для того, чтобы, значит, Христос, Он пришел для того, чтобы осуществить обещание, которое давал Мухавраму. Вот, вот, для того, чтобы совершать то Слово, которое было дано Адаму, вот, Христос пришел и сейчас Он совершает это Слово. А что это было за Слово, которое Бог дал Адаму и Еву? Это Бытие 3.15, что семя жены разрушит голову сатаны. То есть для вот этого Христос пришел, и сейчас Христос, Он действует через это. А почему Бог к нам пришел? То есть если мы будем просто так, ну, просто так с вами жить, тогда будут трудности постоянно, и в итоге потом умрем вот так вот в трудностях. Поэтому Бог, Он пришел нам, чтобы самим нам рассказать о себе. И люди сейчас, не зная Бога, они живут в трудностях. Матсей 1.28, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. То есть люди все находятся в 12 проблемах сатаны. Поэтому чем больше проходит время, тем потихоньку становятся все серьезные проблемы. Но что Бог Он нам дает? Матфея 11.29. Что? А, нет, в сегодняшнем слове сказано, что только соблюдай заповеди Мои. То есть прежде нам необходимо всегда соблюдать Слово Божье, чтобы Слово Божье напоминать себе. Но в реальности Слово Божье, оно так вот просто не принимается. Вы смотрите, если стать духовным самим, тогда Слово очень легко принимается. А если не является духовным самим, то слушать Слово, тогда тяжело слушать это Слово Божье. Поэтому вы прежде молитесь, чтобы Слово Божье стало вашими мыслями. Чтобы над другими словами мысли стало Божьими словами. И вот вы молитесь сейчас, да? Вот вы молитесь о том, чтобы всегда Божье Слово исполнялось в вашей жизни. Что такое молитва? Когда я с воскресного Слово Кафедры делаю своими мыслями. Вот это и молитва. Вы послушайте, то Слово, которое было провозглашено через Кафедру Воскресения, на всех местах действия я слушаю это Слово, пускаю корни в этом Слове. Если это Слово станет направлением моего бизнеса, тогда все начнет оживать. Но люди, они что делают? Они все делают так, как они привыкли, то, что им выгодно делают. Вот так вот они поступают. Поэтому большинство людей, они поступают по мыслям своим. И тогда, послушайте, нельзя становиться человеком, который живет по Слово, по своим мыслям, а необходимо жить по Слово. Поэтому необходимо молиться, чтобы Слово стало моими мыслями. Послушайте, вот, знаете сколько вообще? И в церкви, и вне церкви много всяких разговоров не нужно. И люди, они слушают то, что они вообще не должны слушать. Поэтому они обманываются людьми. Поэтому и церковь начинает говорить о том, как в мире себя ведут. Но, ну, вот все вот эти вот слова вне Завета, это все, ну, такое, не имеющее смысла по собой. Необходимо молиться, чтобы сейчас Божье Слово стало моими мыслями. И потом, и тогда только мы сможем различать правильное слово и мирское слово этого мира. То есть у нас появляется такая сила уже различать все. Вот посмотрите на Иосифа. Вот если посмотреть в Бытие 39 главу 2 стих, что и Бог был с Иосифом, и Он преуспевал во всем. Вы понимаете, что значит Он преуспевал во всем. То есть это значит, что у него была жизнь без недостатков. И поэтому Он смог превзойти искушение жены Патифара. Потому что у Иосифа все было в достатке. Поэтому Он смог превзойти искушение жены Патифара. Ну а как так получилось, что Он уже, что Он был таким преуспевающим? Да потому что уже в 37 главе Он держался за Завет. Насколько Он держался за Завет, что даже этот Завет ему приснился. И из-за этого Он был преуспевающим во всем. Поэтому Он не впадал в искушение на протяжении всей жизни. Он не гордился и во всем преуспевал. Послушайте, Биттия 3.15, это что за Завет? Это Завет Христа, Завет семейной евангелизации. И вот настолько Иосиф думал об этом слове, он действительно запричнил это слово в себе, что даже ему приснился это слово. Поэтому он стал человеком, который не колебался. Вот если посмотреть на царя Давида, Псалом 22.1, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. То есть Господь, который является пастором, из-за Него у меня нет никаких, я ни в чем не буду нуждаться. То есть вот этот Псалом был написан не в спокойное время, а во время кризиса. То есть то время, когда Давид уже вот-вот его уже могли убить, но тогда он не колеблется и он не упал духовно. Причем потому, что у него было слово, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Послушайте. Вот слово должно стать вашими немыслимыми. И вам необходимо запечатлеть слово внутрь себе. Я благословляю вас, чтобы это у вас получилось, потому что вот этот путь мне жить. Поэтому первое. В сутки необходимо иметь пять минут времени, когда я могу держаться за Божье Слово. И с того момента, если у меня будет время размышления, что произойдет? Будет по-другому слушаться слово мне. То есть само слово будет уже для меня меняться. И необходимо, чтобы у меня было время молитвы, когда я Слово Божие делаю своими мыслями. И тогда Бог будет действовать во восстание престола, и все мы станем людьми, которые не имеют никакой нужды ни в чем. Поэтому я благословляю вас, чтобы у вас произошло в жизни такое действие. И во-вторых, для того, чтобы стать свидетелем, необходимо... А, то есть если у нас получится быть имеющими вот эти пять минут времени, тогда само собой придет ответ, стать свидетелем, спасающим 10-37 стран мира. То есть когда вы получаете какой-то ответ от Бога, это все связано с спасением 237 стран мира. И вот у нас сейчас есть учителя воскресного школы, затем есть служители. Вот тот отдел, который вам доверен, вот если вы будете как бы сами наслаждаться Евангелем, тогда Бог у нас какой-то ответ, и этот ответ, он будет связан со многими местами действия, до конца, до края земли. Потому что все ответы, которые я получаю, они связаны с евангелизацией 237 стран мира. То есть вот, например, вот я, вот я что-то сделал, но вот это дело, оказывается, оно связано с евангелизацией какого-то места действия. Послушайте, когда Бог будет действовать, тогда вот это действие Божие будет превосходить в пространство-время, и тогда будет сходить Божья сила. Поэтому необходимо очень, чтобы вот это все, все Слово Божие, оно во мне запечатлелось. А что будет, если мы будем следовать за миром? Смотрите, нам необходимо оставить свидетелем для того, если мы будем следовать за миром, тогда что произойдет? По прошествии временем будет становится только тяжело. Вот, чем больше еду, тем становится тяжелее, тем больше страдания. И вот сейчас, вот страна, которая была номер один, это Америка. Что с ней случилось сейчас? Она больше не номер один, потому что там столько наркотиков, и вот разврата и падения молодежи, буждений, что уже там уже все тяжело. И вот смотрите, Япония, которая очень сильно повлияла на свою культуру. Но что у них? У них очень много психических проблем. Вот посмотрите, вот Европу. В Европе считается лучшую страной для жизни, это Германия. Но там есть свои клубы, клубы самого МИИС, представляете? То есть о чем говорит, что каким бы методом ты, каким бы методом мы не пользуемся в мире, ничего не получится. То есть нельзя следовать за мирскими методами. Необходимо следовать за Божьим методом. А вот, даже если сейчас меня никто не признает, даже если сейчас нет ответа, необходимо потихонечку следовать за Господом. Что значит следовать за Господом? Ну конечно же, следовать за Словом Божиим. И то есть если мы будем наслаждаться, молить вот этим богословением 3, 9, 3, тогда куда бы я ни пошел, на то место Бог будет давать благословение. Вот посмотрите в Библию на Авраама. Вот Авраам, он следовал за течением мира, и он применял человеческие методы. Но однажды Авраам перестал это делать, и он поставил жертвенник. И в Бытие 12, 3, Бог призывает Авраама и говорит, я сделаю тебе сточником благословения для всех народов. То есть Авраам, он оставляет урхаудейский, и Бог дает ему благословение, что я через тебя волосую все народы. Послушайте, поэтому вы тоже не обманывайтесь, если кто-то скажет, ну все хорошо, потому что они используют человеческие методы. Это все вавиланское обошлое, которое разрушится. То есть необходимо следовать за Божьим методом. Значит, давайте посмотрим, Бытие, да, вот, Бытие, Транстоевого, вот здесь мы видим конфликт между Авраамом и Лотом. То есть, что говорит Авраам? Вот сейчас две страны, две земли, которые она выберет, ты выбирай первую, а я уже по оставшемуся принципу. И вот здесь мы видим, что Лот, он использует человеческие методы, и он использует метод, что хорошо выглядит, и берет вот такую землю, Содом и Гамору. И что потом произошло? В Содом и Гаморе потом произошла война, и вот верующих, ну не верующих, а всех жителей, ну не всех, а некоторые жители Содом и Гаморы забрали в плен. Но что мы видим в жизни Авраама, наоборот, он больше не использует человеческие методы, а Божьи методы. Поэтому он ставит жертвенник, и в тот момент, когда Авраам разошелся с Лотом, сам Бог говорит, что я тебя благословлю, я твой щит, и твои потомки будут. То есть здесь мы видим, что Лот, он выбрал все мирские методы, он выбрал то, что хорошо выглядит, на глаз. И в итоге что произошло с Содомом Гаморой, вы же знаете. Но Авраам, что он делает? Он избирает Божий метод. То есть он уступает Лоту и говорит, ты выбирай первый. Если ты выберешь правый, я пойду на левый. Если ты выберешь левый, я пойду на правый. То есть у него было желание следовать за Божьим методом. И потом мы видим уже, что вот опять, что вот Лота его забирает в плен. И тогда Авраам со своими 318 воинами спасает Лота. И когда вот он освободил Лотой, освободил еще другое имущество царя. И потом царь, он приходит и говорит, ну за то, что ты освободил мое имущество, то я тебе дам деньги. Но здесь Авраам говорит, нет, мне твои деньги не нужны. То есть он говорит, я от тебя и копейки не возьму, царя. То есть древеслами, мне твои деньги нужны, меня Бог благословит. Я верю в это. Поэтому я не буду использовать мирские методы. То есть я от Бога буду получать благословение. И вот насколько Бог благословил, вот он Авраама, вот если посмотреть, Бытие 15-го, первый стих, то он говорит, что сам Бог говорит Аврааму, не бойся, я твой щит, я твоя награда. То есть что может быть еще большего, когда сам Бог говорит, я твой щит, я твоя награда, ты не бойся. То есть древеслами, сам Бог говорит, что я тебя благословлю за то, что ты выбрал Божий метод. То есть Бог, Он своих детей благословляет. Поэтому, даже если кажется, что то, что вы делаете, оно немножко странное, неправильное, но не используйте мирские методы, а используйте Божьи методы. То есть для нас самый лучший Божий способ – это держаться за Божье Слово. И потом, вот проблемы во всем мире у всех людей, на самом-то деле они все одинаковые. То есть это проблемы, которые пришли после Бытия Третьей Головы, 12 жизненных проблем. Все люди связаны с этими проблемами. И может быть есть множество проблем, но ответ только один – это ответ только Христос. И вот если мы получим это как важный ответ в своей жизни, тогда однажды мы неизбежно станем свидетелями. И кого бы мы ни встречались, Бог будет использовать нас. И каждый день будет другим. И культура будет другая. А, я прошу прощения, культура сейчас меняется постоянно. Все меняется постоянно. Но Библия и Евангелие не меняются. Иисус является Христом. Вот это изначальное Евангелие, когда мы его провозглашаем, вот это и есть проповедование, это и есть миссионерство. А сатана не через какую культуру он не может одержать победу над детьми, над ремнантами, над верующими, которые держатся за Евангелие. Поэтому необходимо держаться за Евангелие. Послушайте, те проблемы, которые в этом мире, это проблемы, которые уже были от долгого времени. И хоть и меняется сейчас эпоха, но духовные проблемы, они такие же самые остались. Какая бы не была эпоха. Может быть даже в эпохе было что-то другое, но проблемы, которые у людей духовные, такие же самые. Поэтому ответ это Христос. Вот народы отличаются, страны отличаются друг от друга. Но Евангелие, Иисус является Христом, является вот это слово для всех народов. Поэтому в каждую эпоху, кто является самым большим пораженцем? Те, которые не знали Евангелие и жили без Евангелия. И наоборот, кто те, которые самые успешные, это те, которые знают Евангелие. Это те, которые знают и передают Евангелие. Поэтому нас с вами Бог, Он призвал в эту эпоху как успешных людей. Я в это верю. Это Божья благодать. Потому что мы постоянно сейчас с вами слушаем вот это изначальное первостепенное Евангелие. И уже мы имеем это Евангелие, которое может спасти этот мир. Поэтому Бог, Он хочет нас сейчас поставить свидетелями этого Евангелия. И Он специально нас до этого момента ввел. И вот я хочу подытожить слово Божье. И теперь, с этого момента, вот этот мир нуждается только в Евангелии. И теперь вы, зная это, я желаю, чтобы вы приобрели сердце по отношению к 237 странам мира. Послушайте, Бог у нас призвал успешными людьми, которые имеют Евангелие. И какое благословение я это имею? Я имею благословение спасения 237 стран. И теперь, очень важно, это подготовить свой сосуд. Сначала надо подготовить свое сердце. Вот сегодня мы тоже прочитали месяц отписания, что вот там, по истечении семи лет, прощай долг, там, да, как бы, всем прощай, кому надо, дай взаимы. То есть, друзья, мне с вами, в будущем Бог сделает Израиль великим народом. Поэтому с сегодняшнего дня начни готовиться к этому, то есть готовить сосуд. Поэтому я желаю, чтобы вы, держав за Божье благословение, начали готовить большой сосуд. А для этого необходимо раструшить старые рамки. Посмотрите на Иерусалимскую церковь. Значит, у Иерусалимской церкви тоже были свои рамки, которые не смогли превзойти. Поэтому в итоге, что мы видим? Бог доверил всемирную евангелизацию не Иерусалимской церкви, а Антиохийской церкви, которая смогла эти рамки разрушить. Заключение Божье — это 237 стран. И ради этого Бог дает благословение, благословение престола. Поэтому если мы разрушим свои рамки, только тогда мы можем готовиться к этому благословению 237 стран мира. Божье желание — это 237 стран мира. Но мы знаем, что мы не можем это сделать, поэтому Бог пообещал нам Духа Святого. То есть Бог пообещал, что вы примете силу, когда стоит на вас Дух Святой. Почему? Потому что надо спасти 237 стран мира. Поэтому теперь мое сердце, мои мысли необходимо все неправильно разрушить и начать готовиться суд для спасения 237 стран мира. И давайте готовиться, давайте так будем двигаться в этом году. Вот я тоже давал форум, вот я давал форум недавно, и вот там один проповедник, он сказал кое-что. Вот это все происходило, когда наша церковь Хана только начали миссионерство в Японии. И вот началось миссионерство в Японии с двух людей, но по сей день оно происходит. И сейчас мы видим, что через Японию были отправлены миссионеры в другую страну. То есть вот эти все благословения миссионерства в нашей стране, они все начали с миссионерства в Японии. И когда вот, ну, еще давно был другой пастор, он сказал, давайте будем вести миссионерство в Японии. Но верующие-то начали препятствовать. Он говорит, пастор, а почему именно Япония, ну и так далее? Почему? Потому что они говорили, ну, миссионерство в Японии, ну, очень тяжело. Ну, оно не получилось. То есть реально не получилось. Давайте не будем это делать. Почему тогда миссионерство в Японии оказалось каким-то таким тяжелым? Потому что в то время вот миссионерство, оно в себя, ну, как бы, оно требовало больших денег, чем даже пастор получил зарплату. Поэтому мы, как бы, мы подготовили миссионера и его отправили. Для того, чтобы его отправить, надо было ему платить даже больше, чем миссионеру здесь, ой, чем пастору здесь скорее. Поэтому, как бы, были, ну, как бы, несовпадения бюджетов, и вот многие верующие, они были против этого. Но Бог, Он сделал так, что мы вот эту рамку разрушили, и мы начали заниматься миссионерством в Японии. То есть вот я слушал вот такой вот форум от одного верующего. И вот я тогда понял немножко начало нашей церкви. И вот уже прошло, как бы, 50 лет со дня основания церкви Хана. И вот мы сейчас всей силой, вот, всей силой кладем на то, чтобы двигаться в Евангелие за 237 стран. И так же самое, вот, Бог, Он вел нас для Японии, и так же самое и сейчас Бог у нас ведет для всемирного мира. Поэтому необходимо сейчас отложить, вот это, разрушить свои старые рамки, и необходимо нам с вами начать благословлять, начать с вами готовиться, чтобы через нас и через минуты в Евангелии начать распространяться по всему миру. Поэтому, послушайте, если мы с вами, как Иерусалимская церковь, раз, 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 не слышно? Сейчас слышно, да? Но если вот, но если мы с вами, как Иерусалимская церковь, не сможем подготовиться к суду, тогда мы упустим свой шанс. Сейчас, сейчас Бог дал нам очень важный ответ. Это онлайн. То есть сейчас, сейчас можно все онлайн делать. Поэтому, послушайте, очень важно сейчас нам, сейчас нам, то есть Бог, Он, то есть Бог, Он уже дал нам все этиства, что Он через нас спасет 237 стран. Через нас получил Болосин в 237 стран. Но необходимо сейчас разрушить свои рамки. И вот поэтому я желаю, чтобы вы не упустили, чтобы все люди и простых верующих, ну, конечно же, есть в церковь служение, но на местах действия есть служение. То есть в церкви вот эти вот имеются должности различные. Это должности даны для служения на месте действия. Поэтому очень важно, чтобы у каждого служителя было 70 мест действия. Было, чтобы могли поднять 70 работников, и они связаны с 237 странами мира. И вот Бог, Он сейчас, Он уже приготовил для нашей церкви огромное благословение. Поэтому очень важно нам сейчас подготовить свой сосуд и двигаться. То есть давайте мы начнем готовиться с нашего сердца. Поэтому, послушайте, не то, что там, давайте сейчас что-то делать. Нет, достаточно просто кое-что сейчас осознать и вот ухватиться за это сердце свое. И вот Тебя благословляю, чтобы все мы были использованы Богом ради этого благословения. Помолимся. Бог, отец, благодарим Тебя. Помоги, чтобы прежде я мог себя спасать Евангелем и держать за этот завет. Я мог спасти 27 стран мира. Благословляю, чтобы все наши верующие были использованы как свидетели для спасения всего мира. Моли своими, Суса Христа. Аминь.